Неужели, неужели теперь вас можно допускать без присмотра, самих судить турниры такого уровня, как Grand Slam? Так, с Варшавского вырезаем. И потом мы его относим, туда заматываем. Мы вырезаем, шутить он не умеет, короче. Он иногда может шутить, но не сегодня. Станислав, ну просто сейчас, в конце мероприятия, чтобы уйти не просто так. Нет, обязательно нужно что-то у тебя спросить. Ну, блин, а чтобы потом еще в конце в твиттер впустить, покупать новый видеокурс Станислава Варшавского. Но мне нечего у тебя спрашивать, потому что, а, ты сегодня на ковре не был. Ты пересудил? Судился? А, судил. Да, сука. А что за обидно было? Я начинал здесь судить, между прочим. Когда у вас ватка была, наверное. Да, на пятом? Ну, смотри, на пятом. Тебе? Окей. Ну и как тебе ивентик? Ну, в смысле, ивентича? Ивентик нормальный, ивентича тоже тихий. Как тебе вот этот тихий турнир, самый тихий турнир в историю джурджиса? По... В истории арабского джурджиуса или в истории? В истории российского. Ну, он тихий, да? Первые три часа вообще люди в шоку потом разговаривают. Так, чтобы ты не подрался, не стрелял, да? Ну, нет болельщиков, нет вот этого... Давай, давай, давай. На... за Елена так переживали. Типа ситуация какая. У нас официально есть ограничения на массу мероприятия, поэтому болельщиков здесь нет, чтобы дать все требования. Плюс это требования арабов. Арабы требуют, чтобы здесь все было по законодательству. Молодцы, арабы. Ой, я чуть на 20 тысяч опять деду не наказал. Еще 20 очка. Какая твоя любимая смазка сегодня была? Ну, самая крутая. Или ты не смотрел? Нахер себе этот джиу-джитсу. Блин, сложно сказать. Было очень много крутых схваток, если честно. Ну, прям первый евро вспоминается. Вот, сказал бы, вау на финал Влада Лосева. Очень хорошо отборолся. Полуфинал Славы Ильин с Антоном Селезневым. Очень крутая схватка. Всегда круто смотреть, как борется Адик. Всегда круто смотреть, как борется Торксов, умеет бороться. Да. Всегда, в принципе, крутой схватке у Камена Булкадырова. То есть, даже если он не выиграет с каким-то разгромным счетом, это всегда будет прям такая схватка, где человек прет прям до конца. Потом Эльдар Саидов, мне понравилось. Я лично не знаком с Эльдаром. Наслышан, впервые увидел прям вот так, близко. Можешь попросить у него автограф, он не откажет. Согласен с тем, что как-то при это говорить, Эльдар Саидов reads the next big thing. По-российски в кружицу. Ну, хочется в это верить. Похож? Почему нет? Нужно больше международных стартов. В любом случае. То есть, типа, по российским меркам, ну, парень прям реально очень крут. И нужно просто больше вот этих выездов, чтобы смотреть, как, собственно, Эльдар будет работать против ребят, собственно, других стран. Потому что это не секрет то, что, ну, такой человек из другой страны, из другой академии. Но всегда немножко другое и видение джиу-джио, и другая борьба. То есть, надо дать ему чуть-чуть время, чтобы он себя показал, зарекомендовал и закрепил свой статус. Я так думаю. Спасибо, Станислав. Ну, и можешь передать привет кому-нибудь? У нас наверняка кто-нибудь смотрит, вот, запись, которую мы сейчас сделаем, наверняка, обязательно кто-нибудь досмотрит до этого момента. Поэтому этому человеку поможет передать привет. Передаю привет Алексею Беляевым. То есть, ты правда думаешь, что я единственный человек, который свои видео смотрит? Ну, не знаю, только женщины ходят. Так, с Варшавского вырезаем. Вырезаем, шутить он не умеет, короче, я понял. Он иногда может шутить, но не сегодня. Ну, Станислав. Когда ты сам там будешь? Надеюсь, что скоро. А есть конкретика? Чтобы мы запротоколировали, а потом показали. Ну, подъявили, да, сказать, смотри, ты что? В этом году. В этом году? Ну, супер, все. У нас есть конкретика. Ну, где ты в этом году будешь выступать? На Титане, где-нибудь. Да. На Титане? А что это правда, это самое, все, что на Рокенроллингах выступает? Приглашали. Нормально сейчас вопрос задал, да? Ну, так получается. Это только на Рокенроллингах выступать. Ну, а что плакать? Нормальная работа. Своя кому? Лично мне. С моей фамилией не очень. Еще должен остаюсь всегда. Ну, почему сегодня не было ни одного иностранного рефера? Ну, вот это очень странный вопрос. Неужели теперь вас можно допускать без присмотра самих судить? Такое, турниры такого уровня, как Grand Slam. Ты представляешь, мы тут присмотрим, онлайн-присмотр. Мы постоянно на связи, в чате вот так вот. Ты такой, Оливер в ванной лежит, такой совет раздает. Отвлекся, извините, чем было. Ой, это не мама. Ты мне фотку присылали. Еще столько дел. Еще столько дел. А у меня шея болит еще очень сильно. Я хочу спать. И сегодня на фриксах не вышло ни одного поста. Отпущение. Ну, нет. Это провокация. Хотел поставить эту поддержку отцены. Я тебе подумал, контента не хватает. За что так платить? Станиславу Баршавскому не хватает контента на BGG-фрикс. Он требует еще больше обучалок со Стасом Баршавским. Какого ли ты любишь больше всего смотреть обучалках на BGG-фрикс? По-разному. Ну, больше всего. Ну, самый любимый. Ну, не знаю. Последнее, что я смотрел, это был Никат от Ромала. А где ты его смотрел? А, в премиуме? И как тебе? Ромала красочек? Ромала, да. А где вторая часть, я так и не помню. А я не выложил вторую часть сразу? Мне кажется, нет. А там у него сколько? Мне кажется, ты уже плавил. Ну, кстати, может быть. Вообще не исключаю. Ты уже что, выучил, что ли ее? Ну, так, да. Я просто не стараюсь подписчиков не забивать. Да, вот получил там 20 урока, отработай, отчитайся, пришли, таможные задания. Ромала получил. Ромала, а тут на BGG-фриксах твое. Ты не видишь пиздец. Спасибо, Станислав. Смотрите, фотки обычно с Путина. Ну, обычно, такие фотки у всех с Путина, но у тебя со мной. Ну, собственно, все.